Пятый юбилейный для Владивостока ежегодный отборочный этап традиционных хоккейных команд Red Bull принимал стадион Авангард. На двух площадках за возможность защищать честь Приморья и Дальневосточного федерального округа в столице Республики Татарстан сражались 16 команд из краевого центра Уссурийска и Хабаровска. Триумфаторы Дальневосточного отбора позапрошлого года уссурийская команда «Портер» вернула себе место среди претендентов на победу во всероссийском финале Red Bull «Шлемы Краги», который 23 февраля пройдет в Казани. Путевку на события федерального масштаба опытные приморцы заполучили, обыграв в финале со счетом 10-8 старейшую любительскую команду по хоккею Хабаровска «Оулс». В этом году ледовое противостояние длилось чуть больше пяти часов. Сюрпризов в результатах не было. Удача в день соревнований была благосклонней к опытным и тактически подкованным игрокам, а не к скоростной и импульсивной молодежи. Несмотря на большое число новичков в рядах участников в сравнении с прошлыми годами, конкуренция между командами сохранилась на высоком уровне. Традиционно команды проходили отбор по стандартной схеме плей-офф при соблюдении простых правил. Игра по схеме 4 на 4 с полным отсутствием вратарей. Каждая встреч на льду состояла из двух 15-минутных периодов с возможностью добавления дополнительного времени до первого забитого гола. К финальному матчу отбора действительно было приковано максимум внимания. Опытные соперники Портер и Совы уже встречались на Red Bull «Шлем и Краги» два года назад, и тогда их ледовый поединок также завершился в пользу уссурийцев. Однако в этом году Уоллс подняли планку и уступили приморцам не в полуфинале, а в финале, проиграв сопернику с отсчетом 8-10 и оставшись лишь в одном шаге от победы. В этом сезоне соперниками сильнейших дальневосточников на пути к наградам национального тура станут хоккеисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Воронежа, Новосибирска, Перми, Ярославля и Магнитогорска. Олег Завьялов, Новости спорта на восьмом.